Браслет с тортиками Я хочу, чтобы мой браслет был более интересным, я хочу дополнить его еще некоторыми элементами в цвет моих тортиков. Тортики у меня уже запечены, в них воткнуты пины, они тоже уже вклеены, то есть их в принципе можно уже сразу подвесить, сделать из них подвесочки, сережки или собрать их в браслет, еще раз говорю. Вот, я их откладываю и займусь другими элементами. Для других элементов мне понадобится глина красного и зеленого цвета, то есть соответственно я буду делать ягодки. Я беру глину красного цвета, здесь у меня уже есть небольшое количество глины размятая. Я ее скатываю в колбаску и эту колбаску сейчас буду нарезать на кусочки, из которых в дальнейшем буду делать ягодки. Глину перед работой разминаете, у меня здесь довольно плотная глина. Так, раскатываем из красной пластики колбаску. Я всегда стараюсь делать ровные колбаски, для того, чтобы элементы были примерно одинакового размера. И нарезаю на примерно одинаковые кусочки. Размер кусочков тут в принципе не принципиален. Я их буду делать, ну не совсем соразмерно моим тортиком. Элементы получатся чуть-чуть больше, чем они были бы в натуральную величину. И мне понадобится зеленая пластика. Ну в принципе небольшой кусочек. Я его тоже раскатываю в колбаску, только теперь очень-очень тоненькую. Так, даже разрежу ее пополам. И нарежу на малюсенькие частички. Практически филигранные такие кусочки. Ну вот, допустим. И теперь каждый маленький зеленый кусочек я скатываю в такую вот капельку. Из этих капелек мы будем делать черенки. А из красной пластики мы будем делать ягодки-землянички. Так. Нам на каждую ягодку понадобится по 5 вот этих удлиненных овальчиков. Поэтому я катаю довольно большое количество. Так, беру красный кусочек пластики. Катаю из него шарик. Заостряю один кончик. Беру стек. Делаю такое небольшое углубление. И чуть-чуть формирую вот так вот ягодку. Чтоб форма была ягодки. Беру зубочистку. И зубочисткой прямо вот так вот, как бы немножко прижимаю. И черенок располагаю на ягодке. Прижимаю. И располагаю на ягодке. Так. И всего таких 5 нужно сделать. Как бы такую звездочку пятиконечную выкладываю. Так. Чуть-чуть прижимаю сторожок пальчиками. И теперь еще один основной элемент я забыла. Это пины. Я беру пин. Протыкаю ягодку. Можно не насквозь. Так. Черенок тоже чуть-чуть прижимаю, чтобы он был на самой ягодке. То есть вот уже в принципе почти ягодка и получилась. Беру снова дотс с маленьким шариком. И делаю такие углубления по всей ягодке. То есть как бы имитирую косточки на земляничке. Делаю довольно много их. И не торопясь. Не деформируем ягодку сам. Вот такая вот ягодка у меня получается. И готовую ягодку я укладываю на губку, на которой буду запекать. Вот здесь у меня уже сделано некоторое количество ягодок. Я буду делать для моего браслета где-то порядка 15 ягодок. Думаю, будет достаточно. Тортиков у меня здесь где-то 10. 15 ягодок. Еще раз показываю, как я делаю ягодку. Катаю шарик. Заостряю его. Делаю углубление с помощью дотса. Можно использовать просто тубочистку, если у вас нет дотса. И теперь зубочисткой похватываем зеленые листики и прикрепляем их в матвейку. Тише. Кот у меня тут балуется немножко. Да? Так. Я не с тобой разговариваю. Успокойся. Протыкаю ягодку. Черенок чуть-чуть прижимаю, чтобы он как бы обхватывал саму ягодку. И наношу косточки. С помощью дотса с шариком. Возможно, сейчас эти ягодки выглядят не совсем презентабельно. Для ягодок, для любых в принципе, весь секрет заключается в лаке, в глянцевом лаке. То есть, когда вы покрываете ягодку глянцевым лаком, она становится похожей на действительно настоящую. И я продолжаю делать ягодки. Продолжаем делать элементы для браслетов. Ягодки я сделала. И теперь я хочу сделать еще листики. Листики будут цвет черенков из той же глины. Я беру классическую. Она более твердая и упругая. Беру небольшой кусочек, разминаю и скатываю в колбаску. Колбаску разрезаю на дольки. Мне понадобится где-то, наверное, 15 листиков. Думаю, будет достаточно. 15-20. Беру кусочек, скатываю в шарик. Шарик в капельку. И точно так же я поступаю с остальными кусочками. Шарик, капелька. Я беру листочки бумаги, беру одну капельку, укладываю, накрываю вторым и зажимаю с помощью, допустим, гибкого лезвия. Зажимаю. Беру канцелярский ножик и тупой его стороной, мне лично так удобнее, наношу прожилку. Сначала центральную и по бокам. Как делаю листики, я уже показывала в предыдущих видео. Теперь я беру дотс и немножечко вот эти прожилочки вот таким образом приминаю к серединке для того, чтобы листик получился такой еще по бокам с гладкими кончиками. Вот таким вот образом. Теперь я аккуратно снимаю листик с бумаги и переношу его на поверхность, на которой буду запекать. И точно так же я продолжаю делать все оставшиеся листики. В данном браслете, я думаю, будет достаточно двух видов элементов, помимо тортиков. Это ягодок и листиков. Если вы хотите, вы можете сделать какие-то другие ягодки, чернички, смородинки, красная смородина, белая смородина. Пожалуйста, любые ягодки, вишенки, допустим. Я решила, раз у меня все тортики украшены клубничкой, то использовать один вид ягодок. И я продолжаю делать листочки. Ну что ж, все элементы я сделала и сейчас отправляю их запекаться при температуре 110 градусов в течение 25 минут. И элементы получились такими, которые будут как раз подходить к моим тортикам. И я ухожу в духовке. Ну и пока элементы у меня допекаются, я хочу чуть-чуть обновить мои кусочки тортика, потому что они у меня какое-то время хранились в пакетике. И я хочу сделать, чтобы они немножечко посильнее блестели. Поэтому я беру лак и покрываю верхнюю часть моих чизкейков. То есть ягодку и вот именно верх моих тортиков корж я оставляю таким, какой он есть. То есть не покрываю его. Тортики снова станут такие более, наверное, глянцевые за счет еще одного слоя лака. И заодно начнут блестеть, будто бы я их только-только покрыла. Так. Это, конечно, не обязательно. Если у вас заготовки тортиков тоже лежали, как у меня, какое-то время, вы можете их использовать сразу. Это чисто мое желание сделать их еще более такими вкусными на вид. Если же вы делаете тортики сейчас, то, соответственно, покрывайте всегда, как бы так скажем, начинку и ягодки. Это обязательно, потому что тогда она будет смотреться более натурально. Сам корж старайтесь не трогать. Он должен быть такой либо бисквитный, либо песочный. Но он должен быть похож на настоящий. Так и так. Ну вот, обновили кусочки тортика и оставляю досыхать их. Когда кусочки тортика подсыхают, я снимаю с губки запекшиеся элементы. Это ягодки и листики. И займусь сейчас сначала листиками. Листики, в принципе, уже готовы. Их останется только покрыть лаком, для того, чтобы они были более такими живыми, глянцевыми. Поэтому я беру лак, беру кисточку, естественно, зубочистки. И, как обычно, насаживаю на зубочистку листик. Обмакиваю кисточку в лак. И покрываю листики с двух сторон. Покрытие достаточно в один слой, для того, чтобы они блестели так, как нам необходимо. Кто хочет, может сделать два-три слоя. То есть тут уже, как вам нравится. И втыкаю их в такую пенопластовую штуку. Очень удобно на ней сушить листики. Ну и пока листики сохнут, я займусь ягодками. Я выдергиваю пины из всех ягодок. И все выдернутые пины я с помощью плоскогубцев немножко укорачиваю. Ну, оставляем где-то миллиметров пять. Дальше я возьму клей и вклею все эти пины в наши ягодки. Я беру пин, хватаю его плоскогубцами, окунаю в клей. И вклеиваю в заднюю часть наших ягодок. Получаем вот такую вот ягодку на пине. И оставляем сушиться буквально пять секунд, для того, чтобы клей хорошо схватился с пластиком и с пином. Вот такие ягодки у меня получаются. После этого я их буду покрывать лаком. Лаком можно покрыть ягодки слоев два. Потому что ягодки должны быть действительно очень такие блестящие и сочные. Я беру зубочистку, надеваю на него ягодку, беру лак и хорошенько промазываю всю ягодку. Ягодка должна блестеть прямо, должна быть такой сочной. И вот эту сочную ягодку я ставлю сушиться. То же самое я проделываю со всеми остальными ягодами. И сейчас вот тоже они подсохнут. Если вы видите, что они у вас недостаточно сочные, их можно будет покрыть еще раз. Но обязательно дождитесь полного высыхания ягодки. Потому что на данном этапе вы не можете адекватно сказать, достаточно ли хорошо вы промазали лаком, хватит ли одного покрытия. Или можно будет покрыть еще одним слоем для сочности. Листики высохли и я их снимаю с зубочисток. Зубочистку я не просто выдергиваю, а тихонечко выкручиваю, для того чтобы не повредить слой, который создал лак. Все аккуратненько прокручиваю и вытаскиваю. Вот такие вот листики глянцевые, красивые получились. И теперь мне понадобятся ножницы и понадобятся звенья цепочки, которые я буду использовать вместо колечка. Я достаю цепь. И отсоединяю нужное мне количество звеньев цепочки. С помощью тех же ножниц удобно это делать. Беру плоско-бубцы. Хватаю одно из звеньев. Беру листик и в уже сделанную дырочку просовываю звенья цепочки. Зажимаю хорошенько. Важно хорошо зажать звенья, чтобы листик в процессе носки не спал. С основной цепочки, на которой мы будем ее приделывать. Так. 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 И точно так же я вставляю все звенья цепочки в каждой из листиков. Получаю вот такие вот элементы с вот такой вот петелькой. Ягодки у меня тоже досыхают сейчас. Я их покрыла вторым слоем лака. Вот так вот они теперь выглядят. Сейчас они досохнут и можно будет приступить к сборке браслета. Все элементы готовы. Они высохли. И теперь я буду их собирать. Для этого мне понадобятся плоско-губцы, ножницы, цепочка. Вот такая вот серебряного цвета я выбрала опять. И пару колечек, замочек, который тоже предварительно проверьте, чтобы он работал. Так. И я начинаю собирать. Я беру колечко, разгибаю, подвешиваю на него цепь, подвешиваю замочек. Зажимаю колечко. Если кому-то удобно, вы можете пользоваться двумя инструментами. Довольно часто используют еще круглогубцы вместе с плоскогубцами. Я же, мне привычнее делать это пальчиками. Колечко я зажимаю хорошо, чтобы они плотно прилегали друг к другу, чтобы ни замочек, ни цепь не спали. И теперь я начинаю вешать элементы. Элементы буду вешать в каждое звено. Разгибаем. Берем элемент. Подвешиваем. Зажимаем. Следующий элемент, следующее звено. Разжимаем. Подвешиваем листик, допустим. Зажимаем. Здесь не обязательно выбирать какую-то определенную последовательность, но стараемся сделать так, чтобы все элементы висели довольно так равномерно. Чтобы не было такого, что на одной стороне у нас ягоды, на другой листики, на третьей тортики. Мы делаем все вперемешку. То есть каждое звено я вешаю по одному элементу. Дальше хочу повесить кусочек тортика. В следующее звено я вешаю ягодку. Дальше листик, допустим. Конечно, плотность браслета вы выбираете сами. Я уже сказала, что мне показалось скучным просто повесить на цепочку тортики, которые у меня были сделаны. Я решила еще разнообразить их вот такими элементами, которыми, в принципе, и украшены мои тортики, чизкейки, скорее всего. И я продолжаю вешать аккуратно все элементы. Зажимаем аккуратно и хорошо каждое звено цепочки. Для того, чтобы оно не разжалось тоже. Поэтому здесь не торопитесь. Лучше делать медленно, но качественно. И что еще хочу сказать. Я вешаю элементы, кстати, вот в шахматном порядке. То есть с одной стороны цепочки, потом переворачиваю в следующее звено с другой стороны. Я вешаю. Почему я делаю именно так? Для того, чтобы элементы не скапливались на одной стороне, а вести ли равномерно. Потому что если они будут скапливаться на одной стороне, будет браслет немножко перекручиваться и загибаться при носке. Нам этого не надо. Ну и вот я покажу сейчас, что у меня уже получилось. Вот что у меня вышло. То есть вы видите ягодки, вы видите листики и кусочки тортиков. То есть вот так вот оно сейчас выглядит. В конце я покажу, как оно будет смотреться на ручке. Все элементы, конечно, будут так вот более живенько выглядеть. И уже будет интересно. Хотя уже и так видно, что помимо тортиков вот эти вот ягодки, они уже делают композицию саму по себе довольно интересной и милой. Ну что ж, вот такой вот браслетик практически получился. Я осталась только приделать колечко. И на колечко я решила повесить еще одну ягодку. Я оставляю несколько свободных звеньев для того, чтобы браслет можно было регулировать. Я беру колечко, разгибаю его, подвешиваю, как всегда, кусочек цепочки, подвешиваю ягодку и закрываю. Так, так, с двух сторон. И вот такая вот ягодка у меня на краешке будет висеть. И теперь я показываю, как браслет будет смотреться на руке. То есть, вот такие вот шуршащие кусочки тортика у меня будут свисать со всех сторон. Ну и, естественно, лучше, чтобы браслет данного типа на руке лучше всего смотрится, если мы будем застегивать его не на самый краешек, а чуть подальше. То есть, чтобы кусочки тортика вот так вот свободно двигались. Поэтому я сделала немножко подлиннее цепочку в этот раз. И, в общем, они будут так вот мило свисать. И будет очень здорово и интересно смотреться. Всем большое спасибо за просмотр. Всего доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok